В общем, ребят, всем привет, с вами канал AIPIT. Сегодня мы нарядились, надели шлейку на Тору, взял обычный поводок, не потяг, потому что на потяге карабины сломались, надо карабины будет прикупить в ближайшее время. Вот, взял пояс, соответственно, надел. И сегодня у нас с Тором кардио-тренировка, как для него, так и для меня. Бег просто-напросто в зоне, там, условно анаэробной нагрузки небольшой, да, вперед. Такая не особо интенсивная, низкоинтенсивная, чтобы проработать все мышцы, чтобы сильно не напрягаться в плане бега, потому что мы, еще касается погоды, да, у нас погода, хоть снег там сошел и тепло, там 11 градусов сейчас, но все равно, как бы, лужи, грязь все еще присутствует, мне очень хочется где-то там споткнуться, подскользнуться, упасть. Вот, Торо спустил на пояс и просто-напросто идет, сейчас я с вами поговорю, немножко и побежим. Это второе видео после предыдущего видео, вообще это условно продолжение, даже, скажем так, начало того, что должно было быть, конкретно нашей тренировки, предыдущее видео о том, как Корги напал, можете посмотреть потом по подсказке. Вот, конечно, само видео нападение не заснял, но последствия вам рассказал. Все, мы сейчас начинаем бегать, посмотрим, сколько мы сегодня пробежим. Вот, что же касается тренировки, ну, говорю, что тренировку мы сделаем такую, чуть-чуть выше, чем низкоинтенсивную. Стой. Так, на часах у нас 4 минуты, темп показывает. Маленький пульс 104, легкая интенсивная, 101. Все, начинаем бегать, вперед, пошел. Давай, 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 малыш. Хорошо, вперед. Вперед. Лево. Ай, браво, молодец. Хорошо, вперед. Умничка. Безумное натяжение. Управляю тором голосовыми командами. Команда лево, команда право, вперед и тому подобное. Уже вечер. Стоп. Сколько у нас? 7.22. Вперед. Лево. Ай, браво, молодец. Вперед. Умничка. Хороший. Почему выбираю невысокоинтенсивный бег? Потому что все-таки преодолеваем какие-то препятствия. корни, да, там, условно, деревья поваленные и тому подобное, чтобы сильно не напрягать, не травмировать. Хоп. Супер. Стой. Вперед. Хоп. Повадим. Вперед. Вот. Поэтому по такой не совсем ровной местности бежим чуть выше, чем низкоинтенсивная нагрузка. Тор в натяжении держится на шлейке с поводком. Тренировка должна пройти довольно успешно. Палю, в общем, западню. Тут вода кругом. И перебраться сюда. Нет. Фу. Пойдем сюда. Перебраться, в общем, здесь никак. Вот. Пойдем через лес. Потому что кругом вода. И в прошлый раз, когда сюда уже бегали, залетели просто-напросто сюда. И пришлось там по льву пройти. А перед этим, когда вода была, пришлось обходить и выходить на поля. Сейчас просто... Иди сюда. Лево. Вперед. Хорошо. Просто-напросто пройдем через эти тропы. Здесь должно быть более-менее сухо. Ну, заодно и проверим. Вперед, малыш. Давай, давай, давай. Вперед. Нет. Идем. Вперед. Уже темнеет. На широкоформатной камере темнее. Включил фонарик. Сейчас просто-напросто пройдем через эти грязи. И выйдем на стропинку. Надеюсь, нормально. Тише. Хорошо. Ну, блин, тут тоже вода. Блин, только не говорите, что придется сейчас просто все переходить. А, не. есть что-то куда-то пройти. Блин. Да. Ладно. Держу телефон и аккуратно в сторону переходим. Не намочив мои ноги. Так, вперед, вперед. Бля. Что-то не шлепнулись. Тор, вперед. Ну, все, вышли. Вопрос дальше. Там тоже такая же ерунда. Похоже, будет вперед. Стой, Тор. Ну, да, что-то тут похоже намечается. А, вообще, такая низина здесь. Давай, Тор, хоп. Молодец. Все, постоянно здесь вода после зимы. Вперед. Хорошо. Приходится просто какие-то круги делать незапланированные. Все, побежали дальше. Прошли через эти лужи, грязи. Бежим дальше. Продолжаем тренировку. Стой. Между прочим, что-то у нас тут почти 3 километра. Вперед. Надеюсь, километров 5-6 и не пробежим. Пока темно нормально не станет. Можно и в темноте бегать, но не очень-то изъявляю желание бегать в темноте. по лесу, потому что споткнуться, удариться вообще максимально легко можно. А по асфальту бегать не рекомендую. Ни вам, ни собаке. В общем, закончили мы сегодня нашу сторону кардиотренировки. Пробежали 5 километров. Там чутка больше. Что хотелось бы сказать. к самой сегодняшней тренировке. В принципе, тор не особо сильно подустал. Как бы есть запас, но я стараюсь всегда заканчивать тренировку просто на максимальном, скажем так, запасах. чтобы какой-то запас еще был. Чтобы в дальнейшем тренировка проходила с большим интересом, с большим желанием бегать. И при этом оставались силы. Потому что не всегда нужно работать, скажем так, в отказ. Иногда надо давать условно 70% нагрузки. 60-70%. Так, когда. вот что хотелось еще подчеркнуть сегодняшнего дня. Вот сегодняшний день это день, когда мы встретили Корги. И сегодня мы еще встретили Джек Красова, который был не на полотке. Он подбежал к Тору, к Бель. Тор спокойно опять же стоял, никаких вопросов. Джек побегал с одной стороны, со второй. понюхал, его хозяйка сразу извинилась, простите, что без поводка. Это было все на полосе велодорожки, так называемые наши там. Вот. Хозяйка извинилась, вот, сказала, что типа я боюсь забирать, я говорю, забирайте, ничего страшного не произойдет. Она подошла, забрала Джек взяла его просто-напросто прицепила к поводку. хоть и он был там условно тишетер на рулетке, но она играла с ним с мячиком и она его взяла, начала переключать на ошейник поводок подцеплять. Он в это время тянулся еще к Тору и она вполне очень хорошо сделала, очень хороший момент. она, блин, уже темно, даже тут почти ничего не видно. Фонари не горят. Где мы живем? В общем, включу хотя бы какой-то такой свет от фонари в дальнейшем, вдали. Хотя бы, знаете, что очень хороший момент она сделала, она сделала переключение, она сделала мячик, с которым она, в принципе, с ними играла. просто он ему бросала, я увидел и он не побежал за мячиком, побежал за Тором. Ну, то есть, не за Тором, а именно к Тору. И она его просто взяла мячик и начала переключать. Он спокойно переключился на мячик, все, они дальше пошли, еще раз извинился, я говорю, ничего страшного, все хорошо. То есть, ну, вот такие хозяева молодцы, таких хозяев я уважаю и молодцы. и да, девушка, если вы нас там вдруг когда-либо увидите наш канал, мало ли что, типа, вам большой респект, потому что отношение вас к вашей собаке и к другим собакам заслуживает отдельную графу, потому что люди, которые забивают на свою собаку, когда спускают с поводка в общественном месте, ну, тем самым они делают много-много проблем, как для себя, так и для владельцев других собак и, в принципе, для любого человека. На улице очень же максимально темно, поэтому закончим наше сегодняшнее видео. Вот, тренировка прошла хорошо, успешно, вначале, конечно, не порадовал меня Корги, в конце порадовал Джек и отношение хозяйки к другим собакам и к тому, что она не права. Да, то есть, это очень хороший момент, это подчеркивает просто-напросто человечность в человеке. Вот. Блин, вообще темно, еще ничего не видно. и фонари в городе почти не горят. У нас тут на набережной вечером какие-то есть, но, блин, в отличие от всех фонарей, которые вообще должны быть включены, блин, ну, включены, конечно, какие-то, но далеко не все. Получается просто-напросто такая вот темень. Всем спасибо за просмотр. Заканчиваем на этом наше видео сегодняшнее. Всем пока. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, пишите комментарии. Будем рады отвечать, снимать новые видео для вас. Всем пока. Пока.